В некоторых случаях нам приходится понимать покупателя. И сегодня закадровый текст будет сведен к минимуму. Потому что нам нужно внимание людей, которые постоянно приобретают игрушки в магазине Орион. И суть-то простая. Цены ниже, качество круче, чем где-либо. И за качество хозяева отвечают. Нету товара, который ломается сразу. Его просто бракуют. Здесь все вещи, которые при должном обращении будут работать. И не только для ваших перцев. Ну да как бы вы хотели. Мы сюда приезжаем каждый месяц и будем это делать. Постольку, поскольку люди смотрят. Люди понимают, что благодаря телевидению все и получается. И по сути, как бы вам-то надо понять, что если вы что-то хотите, ну обращайтесь ко мне. Просто много разных людей возникает. Ну не у каждого такой характер есть, как у меня. Посмотрите, ну ладно, это я про себя рассказываю. Вот. Мы вернемся куда? Мы вернемся в магазин Орион. Который располагается прямо за моей спиной. С одной простой целью. Казалось бы, кризис. Казалось бы, все, что нехорошо. Но по сути, кризиса не существует. Естественно, нету кризиса для ваших детей. Потому что именно Орион дает вам ту необходимую информацию и те необходимые игрушки, которые в действительности дешевле, чем где-либо. Придите и посмотрите сами. Для чего вы сюда приходите в магазин Орион? Покупать игрушки к своей внучке. А цены? Очень даже приемлемо устраивают. После футболета. Где цены заоблачные? Здесь очень приличные цены. И выбор хороший. Мы как-то с Максимом были в Америке. Дело-то было в 97-м году. Зашли в один магазин. Волмарт. Что такое мол? Это причал. Причалите, господа. Так вот, в скором времени магазин Орион станет вашим молом. То есть, в скором времени он расширится. Примерно в два раза он расширится. Это будет очень хорошо. Представляете, я прийду и посмотрю. Естественно, увеличение количества товаров и всего остального. Но чем ли это не радость? И благодаря нам в том числе. Но цены доступные для меня. Поэтому я приезжаю сюда. И всем тем, кто хочет. Я прийду и обязательно посетить магазин игрушек Орион. Лестница для меня. Места здесь мало. Представляете, приходится иногда и повыше залазить. Потому что хочется. Ну и хорошо, и пускай будет лестница. Почему нет? Сегодня сказал своему сыну. Сын, а в следующий раз маме моей скажи, что если я тебе покупаю стрелательные принадлежности, то их должно быть у тебя очень-очень много. Я просто знаю, что это было бы, если бы у меня в свое время столько было бы этих вещей. Понимаете? И чтобы мама ничего не говорила. Потому что если что-то не получится, я все стрелательные принадлежности положу к себе за стол. Вот и все. Потому что это классно, когда у ребенка много стрелательных принадлежностей. Придет свое время, придут люди, скажут, давайте поиграем в чем-то. Ну пожалуйста, берите, поиграйте. Мне же никаких проблем нет. Самое главное, чтобы у ребенка было все классно. А я для этого и создан. Я создан дарить счастье своему ребенку. Я думаю, что и вы также для этого созданы. Вы для кого игрушки покупаете? Для племянницы. Для племянницы? И как игрушки здесь? Хорошие игрушки, цены доступные. Цены доступные? Да. То есть есть смысл прийти в магазин? Есть. Я сейчас буду просто плясать. Вот наконец-то то, что нужно появилось. Цена вопроса. Такая же штука в других местах стоит практически 30 тысяч рублей. Ну кому вот это нужно? Объясните. Ну кому это нужно? Нет. Это вот то, что и для меня естественно. Сейчас сразу же заберу и даже вопросов нет. Здесь цена вот этой же штучки. А 4100 рублей. Обаца. Обаца. И обаца. Круто, конечно, но и место крутое. Доехать-то просто. По советской до вокзала. То есть на север. Дальше по вокзальной на запад. Здесь вы и так поймете, куда ехать. Потому что здесь тарится всем. Естественен поворот направо. И через два правых опять же направо. Поймете сами. Потому как магазинов, торгующих игрушками много. Но главный результат достигается только в Орионе. Замечательные игры для ваших детей. Ну а что еще вы хотели? Вот мне жена говорит. Не покупай, не покупай, не покупай. А я говорю, что если я не буду это делать, то моему сыну будет не очень хорошо. Потому что сын каждый месяц должен радоваться игрушкам. Я в свое время так не радовался. Так пускай хоть мой сын радуется. И хоть он поймет, что рано или поздно счастье детское в жизни у него есть. А у папы не было.